Когда он уехал, никто не ожидал его возвращения. В Москве певец Авраам Руссо продал все свое имущество и улетел в США. После покушения ему потребовалось дорогое лечение. Прошло 4 года, и он все-таки вернулся в Россию. Кто и зачем стрелял в него? И что изменил этот случай в жизни артиста? Об этом наш следующий сюжет. Я, я не отзываю тебя никому, прощу тебя. Когда я помню, я уезжала отсюда, у меня был такой страх, что я думала, что я уже сюда больше не приеду. В жизни, если всего бояться, надо сидеть дома. Поэтому мы очень рады, что мы здесь. И даже не верю, что вот стою здесь сейчас и очень довольна. Сегодня певец Авраам Руссо с женой Мореллой и маленькой дочкой Эммануэль гуляют по Старому Арбату. Хотя еще 4 года назад они думали, что не вернутся в Москву никогда. Сирийский армянин Апрахам Ибджан в начале 2000-х очень быстро приобрел в России популярность. Вижу, что сбылись твои мечты. Ведь тихо повторю. 250 концертов в год. Выступления на радио и на телевидении. Выпуск альбомов. Тысячи поклонниц. Все это было у Руссо до августа 2006-го. Одна летняя ночь внезапно изменила всю его жизнь. Самое смешное для Бога, это когда люди начинают строить свои планы на 10 лет, в 15 лет. Мы не знаем завтра, что будет, но я попал опять же в такую же ошибку, значит. Парадоксально, но он напророчил себе будущее одним из своих клипов. В ту ночь после выступления в клубе Авраам Руссо отправился домой со своим охранником. Вторую машину с телохранителями, которая всегда следовала за ним, он почему-то отпустил. Сам сел за руль и спокойно ехал, не подозревая о том, что ждет его за поворотом. Улица не совсем большая, не широкая. И с правой стороны машина, то есть запаркованная машина, и с левой стороны. То есть проезд, получается, чересчур маленький для машины. А и в середине дороги бутылка стояла пивная. Певец сбавил скорость и стал объезжать небольшое препятствие. В этот момент слева раздались автоматные выстрелы. Руссо хорошо запомнил стрелявшего. Он закрыл автомат с газетой. Он был одет в такой хаки свет, хаковый свет. Куртка была у него. И не видно автомат, видно вспышки. Когда почувствовал, что левая нога немеет, уже не чувствует, тогда лишь я понял, и одновременно это чувство, и крик моего охранника говорит, газуй на газ! Певец смог доехать до Садового кольца, и там потерял сознание. Я был на связи с женой за минуту, до того, что случилось, до того, выстрелили. И я говорю, я все, минуту, я покупаю сейчас арбуз дыни, я еду домой. Говорит, хорошо. И так и не доехал домой. В институте имени Склифосовского за жизнь Авраама Руссо боролись несколько часов. Раненый в бедро, в голень и живот, певец потерял много крови. Врачи опасались, что артист не выживет. Ему сделали переливание крови. Одним из доноров стал его охранник. Русская кровь. Теперь 75% крови у меня, эта кровь больше уже никуда не шла, осталась в организме. То есть в моей вены теперь крутится 75%. Ну, я надеюсь, что эти люди хорошие были, то есть никакие. Следствие рассматривало несколько версий преступления. По одной из них покушение на Руссо было местью спонсора за невыплаченный долг. По другой – вызвано конфликтом продюсеров, где певец оказался крайним. Я ни с кем никогда не ссорился, я не начинал никаких войн ни с кем, я никого не оскорблял, я только защищался. Певец уверяет, что прекрасно знает тех, кто 4 года назад чуть не лишил его жизни. Я очень хорошо знаю, кто сделал. Если я расскажу, я сделаю только для себя хуже. Я возвращаюсь сюда с миром. Руссо прошел реабилитацию в Америке. В России его жизни угрожала опасность. Неожиданно за один день нам пришлось собрать все наши вещи и поехать в Нью-Йорк жить на лечение Авраама. Врачи вынесли приговор. Авраам будет хромать всю жизнь. В ноге певца до сих пор остается осколок пули. Но он не захотел мириться с диагнозом. Несмотря на мучительную боль, Авраам разрабатывал раненую ногу каждый день. Он очень сильно переживал, что он не сможет ходить. Я ему всегда говорила, что когда дочка у нас родится, что точно до первого года, когда она начнет первые свои шаги брать, что он тоже начнет ходить с ней вместе, учиться. И вот так и получилось. Когда певец сообщил о своем возвращении в Москву, газета облетела невероятная новость. Руссо помирился с Пригожиным. В это мало кто поверил. Все это время их называли злейшими врагами. Авраама было время, и он принес свои извинения, как говорится, за те неудобства, которые он доставил, и в мой адрес, и в адрес моей семьи. Он мне очень сильно, конечно, помог, очень сильно для возвращения. Работал над этим конкретно, потратил человек свое время, нервы, силы. Газеты также написали, что Авраам Руссо и Иосиф Пригожин снова работают вместе, как певец и продюсер. Но это оказалось уткой. Они решили не наступать дважды на одни и те же грабли. В Москву Авраам Руссо прибыл вечерним рейсом из Парижа. В аэропорту его встречали журналисты и поклонники. Певец уже успел соскучиться по ним за эти четыре года. Теперь у него новая команда, продюсер и директор. И ни одного охранника. Сегодня охраны нету, вчера не было. И позавчера тоже не было, и завтра и не будет.